Помните мои недавние влоги, как я рассказывала, что у нас светит солнце, классно, жарко, уже пораздевались все и вещи я перебрала. Как вам это? Просто жесть. Лучше не придумаешь. И это 27 марта. И что вы думаете? Уже все растаяло и солнце светит. Причем это уже было два раза. Шел снег, вышло солнце, все растаяло. Потом снова пасмурно, шел снег, потом вышло солнце и снова все растаяло. Что за погода? Что за день сегодня? И снова снег. Господи, ну вы понимаете, как мне только выходить, так сразу... По поводу цветов. Кто такой же, как я и у кого цветы постоянно умирают? Мне недавно показали такую фишку, о которой я не знала. Набирайте тазик воды и составляйте все цветы сюда. Ну а на самом деле у меня цветы никогда не вырастали, как положено. Всегда вяли и всегда им было мало по ходу воды, потому что я наливала в поддон, в котором они стоят обычно. А эти поддоны зачастую маленькие. Маленькое количество воды, соответственно, их нужно тогда поливать чаще. А те цветы, которые говорят, нужно поливать раз в неделю, соответственно, я их и поливаю раз в неделю. И, конечно же, они умирают. Логично. Поэтому такой способ для всех таких же, как и я, у кого цветы постоянно дохнут. Были очень черными, особенно верхушки. Как вы можете посмотреть, они довольно-таки зелененькие. Причем все, 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 все. И у этого цветка постоянно были желтые лепестки. Теперь ни одного. Вы тоже, когда опаздываете, подбегаете к компьютеру и загружаете на телефон песни. Я, допустим, делаю именно так. Исключительно так. А то как же это я приду раньше времени. Решила я, кстати, сходить на фильм «Сплит». Теперь я, как обычно, спешу в галерею «Чужого» на фильм. Как обычно. Не суть, но у меня еще полчаса есть, поэтому будем надеяться. Посмотрела я фильм. Короче, обалденный. Мне понравился. Я до сих пор иду под впечатлением. Решила пройтись просто обдумать это все. Очень понравился. Вообще, игра актеров. Ну, очень сильный такой фильм. Для впечатлительных людей советую. Если вам не очень нравятся всякие такие штуки, не советую. Объяснила, да? Блин, что-то так холодно. Я так замерзла. Сейчас в магазин. Купить, пожрать. И домой. Со спокойной душой. У нас сегодня такая же погода, как и вчера. Жесть. То снег, то солнце. Как-то уже поднадоело, честно. А я только что посмотрела очередной фильм «Призрачная красота». Очень мне понравился. Он спокойный, душевный, жизненный, эмоциональный. Люблю такие фильмы иногда под настроение. Да, это мелодрама по большей части. Но вот бывает настроение. Хочется посмотреть что-то такое, берущее за душу. Также последнее, что я посмотрела, это был фильм «Почему он». Прикольный фильм. Мне понравился. Советую. Комедия. Такой тоже временами сортирный юмор. Почему бы и нет. Тоже именно такой вот фильм под настроение. Когда вам хочется чего-то вот такого забористого, юморного, веселого. Также посмотрела фильм «Новогодний корпоратив». Ну так, слышала хорошие отзывы. Многие советуют. Но я ничего интересного для себя там не нашла абсолютно. Мне фильм «Что стоял, что ехал» не очень советую. Да, местами есть где-то какие-то приколы, юмор. Но все такое, знаете, очевидное. Как-то смотрела без всяких эмоций на лице. Но что хочу точно посоветовать, так это фильм Бондарчука. А Наташа мне еще советовала его «Прибытие», по-моему, если я не ошибаюсь. Короче, фильм мне очень понравился. Бондарчуку за этот фильм вот просто пятерка с плюсом. В отзыве про этот фильм я не оцениваю игру актеров. Я не оцениваю сам сюжет какой-то. Потому что мне понравилась графика, достойная просто. И то, как снят фильм, красивые моменты, какие-то переходы именно из одного плана съемки в другой. Мне очень понравилось. Все как-то, знаете, так тоже плавно, более-менее гармонично. Мне именно это в фильме и понравилось. Но если обращать внимание на сам фильм в целом, то за саму идею только можно поставить твердую пятерку. И уж тем более это российский кинематограф. Тем более плюс, плюс просто по всем параметрам. Я лично не пожалела, что посмотрела его. Я даже всплакнула в некоторых моментах. Поэтому советую к просмотру, к семейному просмотру. Фильм такой действительно местами жизненный. Пусть это даже и с намеком на что-то несуществующее в наше время. Но люди и поступки — это все переходящее из одного времени в другое. И никогда не умирающее. Это всегда актуально. Поэтому советую. У нас сегодня такой ветер. Ужас просто. Сейчас затишье, пока не дует. Короче, решила кое-что заказать в Икеа. У нас, кстати, нет в Воронеже Икеа. Вроде бы строят, но когда его построят, неизвестно. У нас есть точки по городу, в которых можно заказывать интересующие вас товары. В эти точки доставляется товар. И, соответственно, вы приходите в эту точку и получаете его. Короче. В общем, я решила кое-что заказать. Напольную вешалку. И она будет мне служить еще подставкой для фона, который я планирую в скором времени приобрести. Вот. Фу, наконец-то. Ужас. Сейчас у нас какая-то погода странная. Похожа на какую-то бурю. Все сдувает. Все сметает на своем пути этот ветер. Идешь, и у тебя прям ноги сдувают. Сейчас вам покажу. Закат. Какие облака, да? Круто. Красота. Ну что, с добрым утром. 30 марта. Что-то как-то не очень хочется выходить на улицу. Надеюсь, мне не понадобится это. Я вчера выложила экстренный выпуск по поводу митингов в России. Когда выкладывала, мне как-то было немножко стрёмно. Чему-то мне показалось, что никто меня не поддержит. Могут посчитать меня какой-нибудь, я не знаю, бешеной, нервно больной. Такой поддержки я никак не ожидала. Поэтому хочу сказать спасибо всем, кто поддержал меня, все, кто тоже высказал свое мнение по этому поводу. Я рада, что нас большинство, которые считают именно так же, как и я, которые хотят сохранить страну, а не раздолбать ее. Я рада, что большинство тех людей на моем канале, которые не ноют по пустякам, которые живут и радуются жизни. А если им что-то не нравится, то они сами меняют что-то в своей жизни, но никак не сетуют на правительство, которое где-то что-то там украло. У вас лично никто ничего не ворует, если вы только сами этого не захотите. Спасибо за поддержку, ну а мы с вами очень скоро встретимся.